Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, подписчики, с вами юрист по миграционным делам Хедир Абсаид. Ну что, уважаемые друзья, сегодня поговорим мы с вами об указе. Вот спустя, получается, два дня, 15 декабря был подписан новый указ, а 17 декабря, спустя два дня, был опубликован, как бы сказать, вернее, редакция, новая редакция указа 274. Салам алейкум, аз юридошларымыз, ватамдашларымыз, руматли әкеа үкеларымыз. Бүгінгі маузымыз болады президент фармауны, қанақа мазмурлары қолған, қанақа өзгәрішләрі кіртілген хамасыны айты берамыз. 274-й указы чозырылген маузымыз болады бүгін. Аз достал, озырырыз чайты бөтіп, кей өзбетілген өтамыз. Так вот, уважаемые друзья, если взять данную новую редакцию указа, в целом, в целом, смысл и содержание указ сохранил. Но есть нюансы, конечно, есть плюсы и минусы. Если мы возьмем прежние указы, которые будем так называть, апрельский, июньский, сентябрьский, декабрьский, вот эти, да, первые указы были они, как бы, такие, более расширенными, гуманистическими, понимаете? Если в первом указе было три месяца, в течение трех месяцев можно было осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов, то есть без получения патента, разрешения на работу, также работодатели имели право привлекать на работу иностранных граждан без каких были разрешительных документов. А в июне, уже 16 июня, такой возможности не было, не сохранилось, да, то есть они не имели права осуществлять трудовую деятельность на территории Федерации без получения, как бы, патента. Патент обязательный, и работодателям нужно было, чтобы привлечь иностранных граждан, обязательно соблюдать вот эти вот процедуры. И вот, также было до, получается, до сентября нельзя было применять к иностранным гражданам административное удворение, любое там, любая санкция, принудительная, либо самостоятельная. А с сентября месяца уже, с 23-го, начали применять госорганы административное удворение. А с декабря уже более расширено общественный порядок и другие вот тому подобное. Так вот, уважаемые друзья, как я вам, мной было уже выше сказано, это самое главное указ, то есть срок действия, нужно обратить на срок действия, который продлили аж до 21-го года, до июня месяца, на полгода. Так вот, и сроки, получается, нахождение за пределами Российской Федерации, также в случае указанной лица, если не въехали на территорию Российской Федерации, сроки также не засчитываются до 21-го года, до июня месяца. Также сохранил, получается, сроки действия документов, временное проживание, также иммиграционный учет, регистрация, сроки действия документов РВП, ВНЖ и тому подобное. То есть с 15 марта по 20-го года, по 15 июня 21-го года сроки данных документов не засчитываются, то есть, как по-другому тут сказано, заморожены. Также на следующий нужно обратить внимание, то есть есть плюсы и минусы, конечно. Идет также, что установлено, что действие под пунктом А, В и Г настоящего указа не распространяется. То есть, по стечению 90 суток до вступления настоящего указа не распространяется, имеющий гражданство иностранного государства, также введено жительство. Приведу к примеру. То есть, в случае возобновления авиасообщения после вступления данного указа, если, скажем, с Узбекистаном, да, основные моменты, вот, короче, Узбекистан, Таджикистан, после вступления, а он вступил 15 декабря, если возобновляться авиасообщения с данными государствами, то в отношении этих граждан данного государства указ будет распространяется по истечении 90 суток. Скажем так, 10 февраля возобновили авиасообщения Республик Узбекистан и Таджикистан, в феврале, март, апрель, до мая. До 10 мая указ будет распространяться, действовать будет указ в отношении данных иностранных граждан. После 10 февраля граждан данных государств переходит в обычный режим пребывания, проживания. То есть, уже потом не будет распространяться. Ну, такой-такой минус маленький есть. Следующий момент, который относится 15 государств, это Танзания, Турция, Швейцария, Египет, ну, конечно, Казахстан, Киргизия, всех не буду перечислять, с которыми уже возобновлено авиасообщение на момент издания данного указа, да, для категории данных иностранных граждан указ также действует по истечении 90 суток, а именно до марта 2021 года. После марта 2021 года уже указ не будет распространяться и не будет действовать в отношении данных иностранных граждан. Это сейчас касается Казахстана в основном, который мы обсуждаем, да, Казахстан, Киргизия. Ну, другие государства нами неинтересны, как бы. То есть для государств Казахстан, Киргизия указ действует 3 месяца, а именно до марта 2021 года. После марта 2021 года уже не распространяется и имеет также обычный режим проживания и пребывания. Также если после марта по стечении 6 месяцев вы не заедете на территорию Федерации, госорганы имеют право аннулировать ваши документы. Как это в 115-м написано, нахождение за пределами Российской Федерации более 6 месяцев это основание для аннулирования разрешения на время проживания, также вида на жительство. На это, уважаемые друзья, нужно особо обратить внимание. И также после марта не будут продлеваться сроки действия. Хотя у нас написано, что если посчитать, год и 3 месяца продлевается. Например, сейчас указ действует, даже в отношении данных иностранных граждан, государства Казахстана, Киргизия, у кого заканчиваются сроки действия РВП либо вида на жительство с марта по 15 июня 2021 года, и плюс прибавляется год и 3 месяца. И тут, видите, двояко, 50 на 50. Поэтому более разъяснений еще будем ждать. Хотя уже разъяснений есть МВД, но там об этом ничего не сказано. И следующий момент, уважаемые друзья, также сохранил административное удворение применения к иностранным гражданам, госорганам, как это сейчас делает в основном суд, да, применяет, но только самостоятельно контролируемый выезд. Принудительное удворение запрещено, как бы нельзя. Только самостоятельно контролируемый выезд. Более того, более расширили, то есть дали возможным госорганам, да, применять это получается иностранным гражданам, которые нарушают общественный порядок, общественную безопасность. Если раньше было только террорические и экстремистические действия, да, вот в реале, а сейчас расширили общественный порядок, общественную безопасность, митинг и тому подобное. Тут очень много. Сейчас я вам скажу, если тут, по-моему, прописано было. Да, вот, уважаемые друзья, при этом в отношении иностранных граждан освобождаем из мест лишения свободы, или нарушил законодательство Российской Федерации, да, или которые нарушили госграницы пересечения, незаконное. Также могу особо обратить внимание, уважаемые друзья, которые иностранные граждане пересекают через Белоруссию. Это незаконное пересечение государственной границы, которой грозит депортация. Поэтому, и сейчас вынесли постановление правительства Республики Беларусь, границы закрыты, только там авиасообщение, по-моему. Поэтому, которые иностранные граждане пересекают госграницы через Беларусь, это незаконное пересечение границы, и к вам тоже могут применить такие санкции. И также, в том числе, выступаешь за носительство изменения, основку конституционного строя Российской Федерации или оказываешь содействие. И там вот тут перечень более расширен, уважаемые друзья. Если взять мой КУАП, там очень много. Поэтому сейчас нужно очень осторожно не нарушать законодательство Российской Федерации. То есть, это и раньше не было смысла, да? Общественный порядок, если будете нарушать, имеют право выдворить. И также сейчас имеют право применять о нежелательстве с пребыванием и закрытие въезда. Имеют право закрывать. Так вот более расширенно. Как уже мной было сказано, иностранным гражданам при применении, так принимающей стороной, также не требуются совершать каких-либо действий. Но это, уважаемые друзья, рекомендательный характер. Просто когда вопросы возникают, что приходит миграционный учет в отдел миграционного учета, и сотрудники УВМ отказываются поставить на миграционный учет иностранного гражданина, ссылаясь на то, что не нужно совершать какие-либо действия, можете без регистрации ходить, без миграционного учета. При этом сотрудники, наверное, не понимают, что гражданин хочет подать документы на патент, РВП, вид на жительство. Без миграционного учета сотрудники не принимают. То есть гражданин должен находиться легально. Хотя он легально так формально находится, но нет у него миграционного учета. Вот это удомление прибытия. Поэтому, если, когда приходит принимающая сторона, поставит на миграционный учет, пишет в произвольной форме заявление, сотрудники миграционного учета не имеют права отказать в приеме документов и поставят на миграционный учет. На это обращайте внимание. В ином случае, поясните, что гражданин оформляет какие-либо документы, собирает для подачи документов на патент, на РВП, на вид на жительство. Тогда сотрудники вас поставят на миграционный учет. Если, конечно, иностранные граждане, которые просто находятся на территории Российской Федерации, не оформляют никакие документы, то категорию таких иностранных граждан нет необходимости совершать какие-либо действия, то есть, в данном случае поставить на миграционный учет. Так, ну, основные моменты я, уважаемые, уже сказал, друзья. Также пришли от 17 декабря МВД России разъяснения, где более расширенно разъяснили, что с 15 марта по 15 июня приостанавливаются такие сроки истечения документов, да, РВП, виды на жительство, временные проживания, постоянное проживание. И также в отношении иностранных граждан уже, я сказал, не применяется опринудителем административного дворяния за пределы Российской Федерации о депортации или передаче иностранным государству. Не аннулируются РВП, патенты и вид на жительство в течение этого срока. Так, а из дуслар, и это вы там зозр, основную, не малярны. А из дуслар, в целом, а герда, олганда, умумен олганда, президент фарман указы, эс мазмунын сахлап болды. Хозырсызларыг основную моментын айты бетаман, агар ирслаты бетаман, 3 маятттам, 3 маятттам, 3 маятттам чозылыш указ президенті, бу апрель, июнь, сентябр, декабрьский. Бринч, агар да ирсласақ апрель ойда указымызды, бу були раширині, кейін, июнь ойда, яна-озгені, узайтыршы нымақылышды, служили, декабрьский. Административный вытворение сентябр ойдан бошылады, азыр көп собол болады, вытворение мүмкін эмас көдеп. Аз достылар, еу, бу, хата малымад, натору малымад, егер мүшінші, уже сентябрдан административный вытворение мүмкін бұйган. Запрет эмас азы бу. Административный вытворение, фақан, эс холады чықып кетеш хорычев хора мүмкін. Через спецприемник мүмкін эмас, обарып тұхпуышмайды. Лекін, департация административный вытворение хозыр мүмкін. Сентябр ойдан хозыр көп көп мүмкін. Шын арса, өзінім азуны сақлап қолуган, әзі достылар. Кейінісі, патент хақыда ябрысай. Патент, патент хозыр көп 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 бұйган. 16 июня, в патенте пультура шарфа. 5 патенте не может быть. 5 патенте не может быть, а в патенте не может быть, а в патенте не может быть. Если вы в Москве, то не может быть. Это первое. Основные моменты, что все эти указы, от начальника, это два года. В прошлом году, мы уже получили 6 месяцев. 21 июня, 15 июня, июня, если вы получили регистрацию, рвп, имиграционные учения, патент основания, патент основания, Если вы хотите получить патент, вы хотите получить регистрация. В 2021 годы, 15-й годы июнь. Регистрация, миграционный 3-й год, ваше время на время доставки, это в автомобильном реверном ревере. Продолжение следует... 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 хуазыр мана 15 декабрдан 15 июняча агарды шу муддатный ичи дэ авиасэбшо и но я учиться бую газ хобо еолё или учил гэн кун и дня повчай кучу guess о декабрда и потенк ласы дэр тулей сессула апшес сны парьет на рушат гиря изуслар куб кругамзу в ана видеолады миллиселом на бушады Уважаемые друзья, берегите себя, своих близких, не нарушайте законодательства Российской Федерации, соблюдайте традиции, культуру. Конечно, касается не только иностранных граждан, всем это, конечно. И соблюдайте Конституцию. До новых встреч, уважаемые друзья.